Здравствуй, дорогая моя подруга Леночка. В прошлую нашу встречу в скайпе ты задала мне вопрос. Татьяна, как у тебя получается, какие методы и способы ты используешь, чтобы ходить ежедневно не менее 10 тысяч шагов? Ведь это достаточно продолжительный период времени каждый день, ты должна этому уделять. Я решила написать тебе это видеописьмо и рассказать о своём пути к этому. Это произошло не в один день и даже, можно сказать, не в один год. Прежде всего, я приняла решение. Я приняла решение о том, что я буду проходить 10 тысяч шагов, потому что моё здоровье, а здоровье – это движение, это ценность, это богатство моей семьи. И когда я приняла это решение, я чётко понимала, что это задача не одного дня, что и нужно выбрать те моменты, которые помогают мне в воспитании в себе новых привычек, и которые подходят именно для того, для того, чтобы выработать привычку ежедневного движения не менее 10 тысяч шагов. И первое, что надо сказать, что я такой человек, который любит галочку. Вот заканчивается день, что я сделала? Я люблю вспомнить, что я сделала за день, и поставить себе крыжик, галочку. Ну и второе, что я использовала в выработке этой привычки – это воспоминание достаточно часто тех приятных ощущений, которые возникают после хорошей тренировки, когда дело сделано, когда тело поёт. И вот это ощущение, его, конечно, трудно с чем-то спутать, и оно, воспоминание об этом ощущении, оно помогает мне. Кроме этого, у меня есть дополнительные резервы. Первое, чтобы быть уверенной, что у тебя именно 10 тысяч шагов. Для этого я использую счётчик. Это шагомер фирмы Fitbit. И первое, я всегда, в любое время дня, я знаю, сколько шагов я уже прошагала, сколько мне ещё предстоит, то есть я знаю сама. Второе, на сайте Fitbit я зарегистрирована, и там у меня есть график, сколько я прошла сегодня, сколько я прошла вчера, и этот период может быть месяц. Сколько я поднялась этажей за день, или за неделю, или опять же за месяц. Там есть друзья, и это очень наглядная картина твоих достижений за этот день. Кроме этого, я назначила себе... Сына я назначила себе как моя спортивная совесть. Моя спортивная совесть, и для этого мы открыли с ним такой чат в WhatsApp, и я ему ежедневно отчитываюсь о том, какие спортивные достижения у меня были за этот день. Если он меня забывает поругать, когда я не отправила какие-то данные, то я ему об этом напоминаю, и он мне пишет, ругаю, мама, ругаю. Таким образом, для меня получается, что вот эти все моменты, они меня стимулируют шагать ежедневно, не менее 10 тысяч шагов. Это порядка двух часов активности в день. И при этом еще в настоящее время, если говорить о том, что сейчас у меня происходит, то обычно сейчас я это делаю вечером вместе с внуками. Таким образом, я устраиваю им прогулку, отвлекаю их от просиживания времени в интернете, возможности общения друг с другом, и после этого у всех и нас наступает прекрасный здоровый сон. Вот, наверное, так, Леночка. Большое спасибо тебе за вопрос. И всего доброго. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok